МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наша сладкая история продолжается. И сегодня мы вступаем в большую жизнь, познавшей сахарную сладость Европы. После падения крестоносной Акры и изгнания франков из Палестины в их руках все же оставались острова Восточного Средиземноморья. Родос, Кипр, Крит и Мальта. Там европейцами возделывался свой сахарный тростник и изготавливался сахар по тем же технологиям, что и в Палестине. Затем лидерство в производстве сахара у крестоносцев переняли к португальцам. Именно португальцы в эпоху великих географических открытий стали налаживать прямые пути в Индию, на родину сахарного тростника. Затем они самостоятельно стали выращивать сладкий тростник на Мадейре, Азорских, Канарских островах, а также на островах Зеленого мыса. Эти новые территории давали значительно более высокие урожаи, чем плантации сахарного тростника в Восточном Средиземноморье. Именно остров Мадейра послужил трамплином для последующей экспансии сахарного тростника в Новый Свет. Первые португальские поселенцы обосновались на острове в 1425 году, а лакомый тростник они начали выращивать там с 1433 года. Сахар с Мадейры предприимчивые подданные португальской короны экспортировали не только в Метрополию, но и во Фландрию, и в Англию. Спустя несколько лет после открытия Америки испанцы и португальцы начали выращивать сахарный тростник на острове Гаити и вдоль побережья Бразилии, где, наконец, был найден идеальный климат. Вместе с португальцами особый интерес к сладкому товару проявляли и генуэзцы. Уже в 15 и 16 веках торговцы из этой морской итальянской республики пытались наладить производство сахара в Европе. На Канарских островах больше всего среди европейцев было именно генуэзцев, интересующихся этим сладким веществом. Да и на самой португальской Мадейре генуэзцы добились важных привилегий в экспорте сахара. А в 1478 году сам Христофор Колумб причаливал на Мадейре, чтобы загрузить сахар для генуэзских коммерсантов. В свое второе путешествие в новооткрытую Индию Колумб взял с собой сахарный тростник, чтобы посмотреть, насколько он приживется на новом месте. Сахар прижился в Бразилии, опять же, стараниями генуэзцев. Его производство в этой латиноамериканской колонии организовало семейство Чентурионы. В итоге португальская колония сильно разбогатела, а производство сладкого вещества в Европе наоборот упало. Тем временем, уже со времен позднего Средневековья спрос на сахар в Европе, прежде всего во Франции и Италии, все возрастал. Все больше авторов кулинарных трактатов стали рекомендовать использование именно этого продукта, а не меда. Алхимик и врач начала 14 века Арнольд из Виллановы, личный доктор папы Климента V, в своем трактате о винах предлагает рецепты приготовления лечебных вин и настоек. В некоторые из этих рецептов входит и сахар, зуккарум. В 70-е и 80-е годы 14 века при дворе французских королей Карла V и Карла VI служил поваром Гильом Тирель по прозвищу Таеван. Авторству Таевана приписывается старинная французская кулинарная книга «Ле Вьяньях». В этой книге, написанной на старо-французском языке, неоднократно упоминается сахар, суккар. Этот труд впоследствии стал Библией французской кулинарии, а после изобретения книгопечатания с 1490 по 1604 год он выдержал 15 переизданий. Похожая картина наблюдалась в ту пору и в Италии. К концу 14 века в рецептах итальянских кулинарных книг сахар уже не только конкурировал с медом, а прямо-таки вытеснял его с гастрономической сцены. Братоломео Платина, итальянский писатель-гуманист и историк второй половины 15 века в своей книге о достойном удовольствии писал о сладком продукте так. Сахар поставляет не только Аравия и Индия, но Крит и Сицилия. Чем он белее, тем лучше по качеству. Белизну же он приобретает благодаря длительному очищению, вероятно, троякому или более многократному. Он помогает работе желудка, смягчает в нем газообразование. Поэтому древние использовали его исключительно в качестве лекарства. И по этой причине среди их закусок никогда не упоминается сахаром. Они, впрочем, лишили себя большого удовольствия, потому что нет такого пресного съестного, которому сахар не придал бы приятный вкус. Отсюда родилась поговорка «никакую пищу не сделаешь пресной добавлением сахара». Ну, а мы ответим платине русским вариантом этой пословицы. Маслом кашу не испортишь. Сахар играет важную роль в книге, пожалуй, самого известного итальянского кулинара эпохи Возрождения, личного повара, папы римского Пия Пятого, Бартоломео Скаппи. В сочинении Скаппи «Книга о кулинарном искусстве» имеется около ста рецептов, в которых задействован сахар. А вот итальянский писатель Джентиля Сермини, живший в 15 веке в Сиене, в одной из своих новелл сатирически описал крестьянина, который ел рис с сахаром, заедая его большими ломтями хлеба. Ну, точь-в-точь, как капусту. Мораль. Некультурный человек не способен по достоинству оценить такой изысканный продукт, как сахар. Сахар почитал и знаменитый французский сатирик Франсуа Рабле. В романе «Гаргантюа и Пантагуриэль», пытаясь вскружить голову знатной парижской даме, один из героев, Панурк, произносит такие слова. «Все, что есть у вас, это мед, это сахар, это манна небесная». Итак, XVI век в Европе стал подлинным триумфом сахара. Сладкий продукт завоевал широкую популярность. Он попал не только в европейскую кухню, но и в европейскую литературу и живопись. Так в одной из новелл итальянского писателя Челлио Нелеспини упоминаются фигурки из сахара, а изысканные сахарные изделия стали украшением натюрмортов того времени. Их мы видим, к примеру, на полотнах испанского художника Хуана Вандерхаммен и Леона и немецкого художника Георга Флегеля. Ну а далее... Далее сахар все более дешевел и на глазах терял славу изысканного заморского деликатеса. Окончательно банализировало сахар открытие немецкого химика Андреаса Сигизмунда Маркграфа. В 1747 году в докладе на заседании Берлинской академии наук Маркграф представил результаты своих опытов по получению кристаллического сахара из свеклы. Полученный им сахар по своим вкусовым качествам не уступал тростниковому. А завершил труды этого сахарного революционера его ученик Франц Карл Ахарт. Ахарт взялся за улучшение свеклы сырья, то есть повышение ее сахаристости. И в результате получил новую ветвь культурной свеклы сахарную. В 1801 году в своем селесском имении Ахарт построил один из первых в Европе сахарных заводов. На этом заводе свекла превращалась в дешевый сладкий товар. Ну и напоследок упомянем Наполеона Бонапарта, который умудрился внести свой вклад в развитие сахарного дела в Европе. Дело в том, что в 1806 году по инициативе французского императора Англия была подвергнута континентальной блокаде. В результате не только Франция, но и многие другие европейские страны, включая Россию, стали испытывать острый дефицит колониальных товаров, числу которых принадлежал тростниковый сахар. Выходом из этого кризиса стало выращивание сахарной свеклы. И уже к 1811 году в европейских странах появилось множество сахарных фабрик, работавших на свекольном сырье. Ну а дальше в дело пошли новые технологии. И сладкая жизнь стала доступна всем. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин